Всем привет! В эфире открытая студия на портале iWatch. В студии я Ксения и сегодня у меня в гостях удивительные девушки из театра моделей «Совершенство». Это режиссер и основатель театра Марины Путковой и хореограф Евгения Сухарева. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Напоминаю нашим зрителям о том, что вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Это можно сделать в группе ВКонтакте на портале iWatch, и мы с девушками обязательно на них ответим в конце. С удовольствием! С удовольствием, это же хорошо! Вот пока мой вопрос. Вообще, как зародилась идея создать театр моделей? Лично я занималась на протяжении 20 лет с моделями, с первыми манекенщиками, манекенщицами. И работала на телевидении, как вы, снимала рекламу. Так как я режиссер эстрады, то в городе я делала... У нас были коллективы, где шили коллекции. Вот, например, в те же самые 90-е и 2000-е годах очень много было людей, которые стали шить одежду. И сейчас это известны, в принципе, бренды. И надо было это показывать на всевозможных фестивалях. Как защищать. Много делали из льна. Вот, например, я хочу так сказать. Натуральные такие. Да, потому что мы славились, именно Кострома этим славилась. На тот период, не сейчас, конечно. Ну и вкусы изменились. А потом как-то ко мне пришли очень высокие гиганты. Я как сейчас помню двухметрового роста. Я вот так на них посмотрела и сказала, мы хотим спектакли. Я говорю, да что вы. И я сделала первый спектакль на моделях. И мне это безумно понравилось, потому что это мой жанр. То есть пантомима, пластика. Это я очень люблю. Хотя я много чего ставила. Там и оперетты, и массовые праздники, и все. Но я безумно это люблю. И тут родилась идея создать театр модели совершенства. И было у нас много векторов, по которым можно было работать. Это и конкурсы красоты. Это были показы. Как только появлялись бренды в России, был бум. И всем очень было интересно, кто такая модель. Но вот так как бы зародился в 2000 году. Нам в этом году 15 лет. Театр модели совершенства. И воспоминания как бы было так сложновато. Ну на самом деле выживать вообще творческой личности. Да, и личности. И объединяя людей очень тяжело и непросто и до сих пор. Но в чем разница между модельным агентством. Потому что модель для меня это актер и актриса. Ну пластического, так скажем, жанра. Поэтому тут необходима была система. Во-первых, школа. Когда будете ставить на поток. Да, и конечно команда. Без хореографа я никогда не работала. Поэтому и палочку хореографическую, да, вот так скажем, флажок. Женя передал ее друг. Да. Расскажи. Я привел вот в театр моделей Иван. Они тоже как бы, он до меня работал. С Мариной они познакомились. Он мне пришел, говорит, слушай, будешь работать? Я говорю, это так сложно. Это модели. Ну другая отрасль все равно. Потому что детки это одно, когда хореография. Модели всем по-другому. У них какие-то свои нормативы есть. Там у них шаг только, например, в одну сторону. В другую они не делают. То есть там еще что-то. Ну то есть все равно какая-то своя система. Я говорю, я боюсь. Он говорит, это там не сложно. Там здорово. Там непросто. То есть мне понравилось. Я пришла на первое занятие, Марина, я так все рассказала, показала. Потом так потихоньку, потихоньку, потихоньку. И потом начались интересные проекты. Действительно интересные. Мы не просто ходим по подиуму. Мы сами что-нибудь делаем. Коллекцию. У нас там идеи, задумки. Какие-нибудь рисунки интересные. У нас спектакли. У нас спектакли. У нас шоу. Шоу, действительно. И это очень интересно. И детки вот самое интересное, что у нас идут из-за этого детки. И работают. У нас ребята занимаются на протяжении 15 лет. Есть, конечно, уже такие корифеи, которые занимаются очень много лет. Начиная с 10 лет, а сейчас он уже там далеко за 20. Коллектив, он как бы вот, если говорить о школе, в школе немножко одно. У нас как бы есть система, да, обучения. А уже если говорить о коллективе, как о театре моделей, то за эти годы 30% в нем находятся уже далеко не модели. Это хореографы, профессиональные хореографы, это актеры, это режиссеры, которые уже ставят, это музыканты, это вокалисты. И у меня есть, например, модели, которые поют. И мы делаем дефиле, схему, и она еще исполняет песню. Есть мальчик, который играет на скрипке, то есть он музыкант. Есть мим, который работает в жанре этого. Когда вот мы делали последний спектакль, у нас был «Виасолис», где, ну, идея и смысл там знаков зодиака, там надо было трюки исполнять, прыгать на батуте. Там основа, как мы в задумках, режиссерская была, именно батут. И поэтому надо было прыгать на батуте, исполнять трюки, перевороты. Где-то, ну, наверное, 60% хореографии, да, с пластикой, с пластикой. Она, ну, вот где-то это и только 40% дефиле, да и, честно говоря, уже изменился мир. Вот эти просто, ну, как бы, понимания, сейчас все в синтезе. И молодежь, она другая. Конечно, есть девчонки, которые приходят и говорят, вы знаете, я ничего не буду делать, я просто буду ходить туда-сюда. Но она недолго задерживается по причине того, что, во-первых, как бы всем хочется сейчас где-то выступать. И развиваться. И развиваться, совершенно верно. Или она ходит туда-сюда пару занятий, потом говорит, а я хочу, возьмите. Да. А вот мне интересно, ну, я буду. То есть они смотрят на окружающих, потому что мы пришли, правда, девочки-модели, они привыкли, что мы с ним красиво позируем. Но насколько вот мы ставили биосоли, у нас очень много сели на шпагат. У нас делали такие акробатические элементы. Жангляшки. Мальчиков, мальчик и девочек бросали, поднимали, переворачивали. Ну, то есть как бы для них это было что-то новое. Они там все стояли в очередь, мы хотим. То есть правда. У нас там действительно выходили пару человек, ну, по задумке, потому что так было, в принципе, положено. В основном все в танце. И танго мы танцевали, действительно. И жонглировали, и обручами, и ленточки у нас. Ну, то есть как бы все в сумме такое. Еще, конечно, есть такой момент, как то, что я сама отрисовываю, и у нас всегда есть коллекция. Мы работаем в хорошем тендеме, у нас Ольга Рыкунова, она дизайнер, и она изготавливает и делает своими золотыми ручками костюмы. Также у нас отличная лаборатория, так назовем, творческая. Мы рады всем, и я вот буду счастлива, если придут дизайнеры. Мы работали с дизайнерами из технолога, из Ивановского Академии и университета. Я, к сожалению, как бы не могу, я не знаю сейчас. Университет текстильный. Да, текстильный, да. С начинающими звездами, которые сейчас работают в Москве, кто-то за границей. Они приходили, такие, ну, подростки, тинейджеры. Угловатые, смешные. И где мы, например, дарили, ну, я щедра на идее, я могу как бы предложить идею, а уже потом человек придумывал, придумывал и создавал коллекцию. Мы эту коллекцию дорабатывали. То есть мы счастливы, когда к нам приходят всесторонние люди. Мы работаем также с дизайнерами костромскими, которые нам предоставляют коллекции. Но вы понимаете, самое главное, что в театре всегда есть, как сейчас модно говорить, движуха, да? Каждый год мы что-то делаем, выступаем. Есть жизнь, фотосессии, есть конкурсы красоты, потому что мы лично уже с Евгением сделали конкурс «Мисс Русская Радия» в качестве хореографа, я как в качестве режиссера. 9 лет был конкурс, поэтому все конкурсы «Мисс Фэшн Кострома», «Мисс Туризм Кострома». Эти конкурсы я делала в Костроме на протяжении многих лет. Сейчас как бы их не так много, может как бы, но они нужны, потому что красотой все равно Кострому отмечают многие. Это правда, это так. У нас очень красивые девушки, это здорово, что это так, это правда. А вот как часто к вам приходят молодые люди? Про девушек мы уже поняли. Ходят, еще как ходят. Есть и манекенщики, есть и актеры, есть и хореографы. Вы знаете, сейчас в последнее время как-то никто стирается грань роста. Я вам хочу сказать, как бы вот в последнее время, это даже смотришь и в мировом модельном мире, да? Например, сейчас нет такого понимания, да, как очень субтильно. Хотя мы за субтильность, за хороший рост, это как бы основа, и за фигуру, и за лицо. У тебя больше шансов, у тебя больше шансов попасть на конкурс красоты. Но никто не забракует человека там с низким ростом. Нет, нет, нет. Дело в пропорции. Если ты субтильный, если... Всегда можно это обыграть. Вопрос, как это обыграть, потому что фотомодели в большей степени небольшие манекенщицы, очень высокие, потому что тут как бы основа одежды. Но все равно, когда ты шьешь, конечно, высший рост должен быть. Но исключения из правил всегда бывают, и в нашем коллективе это есть. Это касается как и девочек, так и мальчиков. Мальчишек привлекает, во-первых. Девушки. Девушки. Красавицы. Красавицы. Да нет, ребята тоже хотят быть элегантными, тоже хотят быть... Да, это радует. Да, быть красивыми. Потом у нас много именно такой хорошей мужской работы. У нас какие-то творческие ребята к нам притягиваются. У нас, потому что мы занимаемся творчеством, у нас синтез. Синтез и даже порой образы, которые... Конечно, есть и просто схемы, да, постановочные, именно вот так назовем фэшн, да, вариант. Но мы не показываем магазинное, у нас же одежда не для... Улицы повседневная. Улицы повседневная, да, у нас она театральная, у нас это... Художники работают, поэтому образы мужские очень интересные. Ребятам это очень нравится. Ну, без эпатажа. У нас, конечно, даже порой немножко такой эротичности порой обвиняют, но как без этого тоже невозможно. Просто если требует, грубо говоря, аудитория... Но она красивая. Ну, это красота, конечно, да. Это красиво, действительно. Не будем хандж... Я не хочу быть ханджой. Я всегда и говорю, и многим там коллегам, и всё остальное, что это ханджинство. Молодёжь, то, что им нравится порой, они молодые, это их дух. Когда ещё, как не сейчас. Да, короткие юбки или шорты, или какие-то безумные вырезы, или парики, грим. По крайней мере, здесь можно оторваться подростку, да, ребёнку, молодому человеку на сцене, чем нежели это всё сублимировать в жизни, и от этого все будут шарахаться, на самом деле, говорит, мама не горит. А на сцене это всё здорово. Вот такой вопрос. С момента, как человек к вам пришёл, как проходит обучение, или как, может, проходит отбор, или вся вот структура? У нас, получается, первый год, эстетический год, и я иду на многие уступки в отношении родителей, потому что приходят мамы и папы и просят брать детей. И я беру практически детей всех. То есть возрастного ограничения нет? Да, нет, возраст обязательно, с 10, сейчас вот с 10 лет набираем, там 10, ну, в принципе, вы знаете, я рассмотрю все варианты, пусть приходят, может, уже в молодом возрасте, молодёжь, когда приходит, я могу и в театр, и где-то индивидуально, там, и шаг показать, и что-то объяснить. Всё зависит, а бывает такая смешанная группа, там всем комфортно, удобно. Но вот набираются девочки и мальчики, и где непосредственно идёт школа, где даётся уроки, дефиле, в основе там и позирования, умение работать, как это говорит, фото и кинокамерой, да, умение немножко сэндрич, потому что это тоже важно, как бы вот это, как бы такой запрос, пластика, пантомима, актёрское мастерство, потому что, ещё раз повторяю, для меня модель – это актриса, это актриса пластического жанра, где она должна владеть в совершенстве своим телом, или он, или она, да, и уметь проживать ту или иную историю, потому что просто так художник костюм не делает, и даже красивое платье, выбор, да, одежда и прическа, и мейкапа – это всё не просто так, это для чего-то. Вот, и много таких сопутствующих, пластика, разминки, растяжки, то есть много как бы таких предметов, которые развивают как эстетический курс, это история, мода и стиль, основа, конечно, основы, уходом за собой и визажи, но так как это тоже дети, им тоже в этой форме надо. Уже во второй год мы уже берём тех детей, которых мы действительно говорим, что они перспективные. То есть у вас идёт первый год отбор? Да, отбор. И уже во втором году мы уже как бы с прицелом, и там даётся больше, там уже идёт хореография усиленная. Плотнее берёмся? Да, плотнее, да, за них. У них уже есть проекты, в которых они принимают участие. Ну и в третьем году уже как бы реализация полностью, это творческий коллектив, они участвуют во всех проектах. И это и конкурсы красоты, это и фестивали, это всевозможные коллекции, это спектакли, и всевозможная работа моделей в любом случае, что предлагают. Бывает как бы предлагают и какие-то известные компании, и фирмы, и стать можно и лицом компании, отправить конкурс на Мисс Русская, там, радио, или на Мисс Россия, или на международный конкурс. Поэтому есть желание, но для этого тоже есть как бы понимание. Все должны понимать, что как бы модели, они тоже разные. Я всегда детям объясняю, есть классические красавицы, у которых вот такие шансы, да. Есть там барышни-крестьянки, как мы, вот славянский такой вариант, да. А есть инопланетянки, я их так называю, которые тоже, это может быть длинный нос, большие губы, ушки там, например. Нестандартная какая красота. Нестандартная красота, да. И она востребована очень, она востребована фотографами, она любима художниками. Может, конкурсы красоты не ваши. Хотя, я говорю, сейчас эта грань уже стирается, никому уже это не интересно, потому что мы приехали, помню, когда у нас Оксана Трошина поехала на Мисс Россию, мы не могли ее найти, мама родная не могла ее определить. Они до такой степени все одинаковые, как шаблоны. Да. А мы говорим о том, что индивидуальность на первом месте. Индивидуальность. То есть к вам прийти, может, девушка даже с стандартной внешностью, и это будет, она не будет отсеяна. Нет. Нет. В любом случае. Просто этого девчонки, на самом деле, не боятся. Они думают, вот, у меня там пупа, например, ну, то есть, ну, я там отъелась, да. То есть, нет, совсем не так. Как бы, конечно, параметры мы это все убираем. Девочки, у нас есть замеры, они сами за собой следят. Но они, правда, очень так ответственно к этому подходят, они переживают за лишнюю булочку. То есть, это у нас все... Модели, все правильно. Да, в любом случае. Но если там что-то лишнее, как бы у нас все как-то стараются убираться. И девчонки правят. Они у нас, ну, такое доброе отношение. Действительно, Марина говорит, у нас рост уже как-то так. Они... Лояльненько. Лояльненько, да. Фигурка, конечно, там плоский животик, красиво все. Но мы исправляем, если там есть какие-то... Ну, у Жени, Женя у нас вообще, она в этом отношении мастер, потому что... Скульптор. Она такой скульптор, да. Потому что она замечательный хореограф-постановщик. И идею она быстро к нам сформирует именно в хореографии. Ну, еще она знает все секреты. В плане, да, как бы как подтянуть пресс, как сделать фигуру очень красивой. И это очень ценно. Это очень ценно. То есть, это у вас девушки выходят не только зарядившись внутренне, но еще и в хорошей форме всегда. Сейчас особенно усиленно, после лета, мы занимаемся этим. Потому что, ну, как говорится, все равно мы работаем с подростками, мы работаем с молодежью. Они все равно не отдыхают, они расслабляются. Все лето там, они где-то по лагерям, естественно, покатались девчонки. А ты ели, да. Ну, ты ели с мальчишкой. Мальчишки у нас тоже пришли, щечки там такие, мы такие, вот это щечки. Хомячок такой. Да, так я сгушенку ела. Ну, то есть, как бы, чего вы с ними. Вот, и мы начинаем уже где-то пожестче, где-то помягче. То есть, кому-то поактивнее надо. Они даже спрашивают, что нам дома сделать. То есть, домашнее задание у нас имеется. То есть, они хотят. Индивидуальный подход у вас идет к каждому человеку. Естественно. Да, но если ты не влезешь в костюм, извини. Извини. Вот тут, как бы. Лояльный, лояльный, но строгий. Тут ты в любом случае, вот мы сейчас. Пошел по швам. Да, пошел по швам, до свидания. И, ну, дизайнер, конечно, будет переживать, Ольга, но она скажет, знаете что, как хотите. Они сами расстаются, они сами переживают в любом случае. Поэтому, ну, действительно, у кого-то есть проблемные зоны. В любом случае. У каждой девушки есть проблемные зоны. И так же и у наших девочек. Они сейчас подростки. То есть, у них в любом случае все формируется. Даже дети можно, там у нас 13 лет, есть девчонки, они могут быть очень высокими, но в тот же момент уже отлично смотрятся на сцене. И, ну, модельный вообще мир, он иллюзорен в плане того, что девушка на 13-14 лет может выглядеть на 25 и на 8, если я сделаю какой-то сложный грим и одену на нее очень красивое вечернее платье. Она может даже порой создать такую иллюзию. И наоборот. Она может выглядеть. У меня есть модели, которые, ну, моего, наверное, возраста, так как мы примерно все начинали. Да, они в чудесной форме, девчонки. И, ну, такие ветераны. Но смотрятся на фоне остальных отлично. Да, потому что сама культура. Вот я почему рекомендую еще, чтобы в школу приводили детей, потому что есть такое понимание эстетическое для девушки и для молодого человека. Они начинают понимать и заботятся о себе. У них отторжение идет именно в этот период. Вот в подростковый своего тела. Они неказистые, они, ну, смешные. И вот изгадки хотят, получается, красивые белые лебеди. И они об этом порой не могут с родителями. Они же отрицают все. А когда они приходят, мы базируемся во дворце в отчестве детей молоде уже. У нас чудесный акт. У нас замечательный класс хореографический. Вообще сама система, доп. образование. Все для детей. Поэтому ребенку очень комфортно. Он приходит в свою среду. И, в принципе, он видит, как трудятся другие. И общается. Что там кипит жизнь. Мы будем счастливы вас пригласить. У нас будет такое классное мероприятие. Называется «Здравствуй, дворец». Приходите к нам. Это рядышком здесь. Ваша студия очень хорошо находится. Надо пообещать нашим зрителям, что мы будем вести прямую трансляцию. Приходите. Как раз мы открываем это мероприятие. Наши девочки открывают. И, как бы, наверное, будет возможность подумать у родителей, что можно привезти и в школу моделей, чтобы у девочки была отличная осанка, чтобы она мягко, планно, красиво, женственно. Вы знаете, это проблема. Это серьезная проблема, потому что мы живем сейчас в мире такого унисекса, и мы сами все женщины запутались. Особенно это сейчас феминистские движения. Вроде бы тебе очень хочется себя реализовать. Ты забываешь быть женщиной. Ты забываешь, а рядом мужчина, он когда не видит рядом с тобой девушку или женщину. Он видит партнера. Он видит партнера, и вдруг тебе не хватает именно того. И у нас очень много в школе мы даем по голливудской системе красоты, по русской. Русская школа красоты, которая еще была в 19 веке. Вот сейчас мы работаем над проектом, так как, ну, такой у нас юбилейный год, и мы сейчас будем изучать начало 20 века, моду. Платье с кринолинами. Нет, там такой хороший переход был. Хороший переход как раз ушли от кринолинов. Это как раз зарождается, вот как раз модная индустрия. И там, наоборот, свободный крой, но там все изящно, так красиво. И там очень женственно. И, конечно, сейчас вот понимаем, что у нас много коллекций таких, авангардных, стильных, молодежных, спортивных. Хочется сейчас все-таки какого-то нежности, романтизма, потому что видишь, что это не хватает вообще в жизни. Этого дыхания нет. Хотя есть желание. Желание быть красивой. И я считаю, что для девушки очень важно быть женственной, очень важно быть романтичной. очень важно уметь производить впечатление, потому что красота – это вещь эфемерная. Понятие красоты. Да, может быть, от рождения, но если человек не умеет себя подать, у него нет шарма, внешняя и внутренняя красота, она должна соединиться. И тогда, но это помогает тебе именно занятие творчеством. Это только так, иначе ты не разовьешься. А вот вы часто видите на улицах девушек, вот, допустим, девушек, женственная-женственная, и хочется ее к себе пригласить. Были моменты, когда по улице? Ну, бывает, но так как, честно, порой мне некогда. Про то, что пробегаешь обычно. Да, и как бы, бывает я очарована, и бывает я подхожу к девчонкам и говорю, но бывает так, что девушки говорят, а мне этого не нужно, я не хочу этим заниматься. И приходят именно инопланетянки, которым очень хочется быть, красивыми. И они так, претендеряем, так остаются, притягиваются. Действительно. И как-то тут не заставишь, на самом деле, ребенка, потому что, как бы, под какой-то проект можно пригласить. Это как вот эти красивые сказки, да, раскрутить там. Ну, там мы когда слушаем какие-то истории, я долго работала в рекламе, любой текст можно придумать, и любую историю можно придумать. На самом деле, вот кто уезжает за границу, работает в модельных агентствах нашей девчонки, не все так просто. Во-первых, там бывает классифицируется только для девушек и для юношей, совершенно разные. И туда берут модели, порой они не владеют шагом, даже до такой степени. То есть базы нет. Просто нужен типаж, нужна, то есть ты не факт, что ты попадешь, тебя могут растиражировать, и о тебе забыть. Тут много нюансов. И тут ломаются амбиции, когда они уезжают в Москву, и потом они говорят, ну, мы-то вас больше вспоминать-то не хотим. И через какое-то время она бежит там, и говорит, ой, помните, да помню я тебя. Слушайте, можно я к вам приду? Да ты ж там мисс такая, ты в Москве, как ты это? Все очень быстро завершается. Это как бы... Потому что мир жесток, нужен типаж, нужен образ. В этом году модные треугольные лица, завтра будут круглые, на следующий там это. То есть порой не факт, ты можешь засидеться, а потом возраст, и ты улетишь, пардон. Пропустил момент. Да. Ты... Ну, вообще, конечно, кто хочет заниматься в этом направлении, тот должен отдавать себе отчет, что на самом деле понимание, что я красивая, да, я очень красивая. Да нет, там все красивые. Это каждый по-своему. Ну да, там все красивые. Поэтому... Сейчас уже красоты, грубо говоря, мало. То есть все равно нужно что-то еще. И сейчас... Внутренний стержень какой-то. Да, да. И сейчас как бы это тоже понимать. Ну, почему? Во-первых, потому что визажисты всех хорошо накрасят на конкурс, хореограф всех выгоняет, режиссер все поставит. Да. И тут все равно остается твоя индивидуальность. А вот такой небольшой вопрос, смотрите, про индивидуальность. Каждая девушка считает, что я все равно лучше. Ну, вот есть такой момент, да? Среди моделей конкуренция частое явление и насколько жестокое это явление. Очень жестокое. Ну, я вам хочу сказать, что в коллективе нет у нас. По причине того, что они занимаются творчеством. А конкурсы красоты, как прошлогодний год показал, никогда не забудут. Они, да, они могут и воровать одежду, и резать купальники, и говорить разные гадости друг по другу. Поэтому все как бы возможно. Вот если это конкурс, то там как бы вероятность есть. Даже порой психолога вызываешь, чтобы как-то девушек. Но тут еще, знаете, есть момент воспитания. Все-таки вот почему я как бы рекомендую обращаться к педагогам. Потому что есть еще момент воспитания и внутренней культуры. Вопрос в том, да, я самая считаю себя самой как бы красивой. Ну, смешно, да? Вопрос самое-самое. Тут или надо как-то детям объяснять с самого начала, что да, ты такая, как ты есть. И ты не должна зацикливаться на чьей-то там красоте. Это зависть. Самое-самое это зависть. От зависти ты должна уйти. Ты должна, чтобы с тобой не случилось, ты должна это спокойно все воспринимать, потому что ты такая, как ты есть. Да, ты красивая. Да, ты умная. Но остальные не хуже. Но остальные не хуже. По-своему, да? Вот мы всегда, когда ставим, то есть у них есть индивидуальные выходы. То есть на вот там руки. Мы говорим, у тебя своя красота. У тебя там, например, красивые длинные руки. То есть, например, кисть. У тебя у Маши, например, у нее шея. Обалденная. То есть, ну, все равно каждая девочка индивидуальная. То есть у них есть какие-то свои моменты. Они когда выходят, они показывают что-то свое, действительно. То есть у них акценты есть какие-то. На себя любимые. На себя. Это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. У всех красота своя и индивидуальная. Не вот как правильно, как на Мисс Россия, да? Все вот одинаковые. Вышли девочки? Все куклы? Нет. Все должны быть все равно индивидуально красивые. Каждый вот... То есть вы еще в какой-то степени и психологи. То есть вы разговариваете... Педагоги. Наверное, педагоги, потому что, ну, что такое психолог? Психолог – это такая профессия. Все-таки мы занимаемся обучением, да? Вот особенно в школе и вообще как бы... Педагог в каком смысле? Что ты ответственность за личность. Ты эту личность ни в коем случае ну, даешь ей возможность реализоваться гармонично и не быть на уровне нравится-не нравится, жить на уровне зависти или еще чего-то. Жить так нельзя. Это ненормально. Наоборот, развитие должно быть хорошее, если ты хочешь быть там потом в дальнейшем, создавать свою семью, да? Иметь детей. Ты должна быть спокойной. Но красота... Ты должна за собой ухаживать. Ты должна себя любить. Ты должна все делать. Но не как Иллочка-людоедка, а если кто-то помнит эту книгу, вот, и фильм, бороться с какой-то там этой. Это неправильно. Так не должна жить женщина. Женщина должна жить в гармонии. Нести свет. Она должна жить в гармонии с природой. У нас очень много коллекций, связанных с природой. У нас есть коллекция обереги. И вообще надо искать много в природе. Особенно в женской природе, где есть чистота воды, прозрачность воздуха, дуновение. Вот так должна чувствовать гармонично себя девушка. То есть как часть природы. Как женщина. Не выше. Не выше ни в коем случае. То есть она часть. Она как течение такое. Мы находимся в гармонии. Мы находимся в гармонии, в мире. И мы не должны себя ни в коем случае, человек не должен себя чувствовать выше того, что он есть. Он часть вселенной. Вам не хочется быть частицей космоса, вселенной. Вот это расширение лучше, чем какое-то эго-программа. Да, она должна, но не до такой степени. И беда многих творческих людей, и моделей, и вообще всех художников в том, что им хочется быть там гениями и талантами при жизни. Да? Да, самое классное, это когда ты творишь и занимаешься творчеством. Как только из тебя вот это начинает лезть, все, у тебя все разлаживается. От тебя отвернутся в любой момент, никто с тобой не будет сотрудничать. Поэтому у нас вот название коллектива «Совершенство» вроде бы, да, ну, «Совершенствоваться» наш девиз. Совершенствоваться. Надо всегда... Нет предела. Да, нет предела, и идти надо от людей. Вот какие ребят к тебе пришли, вот с ними и работать, и развивать их таланты, не натягивать под какие-то стандарты, уходить от каких-то порой стандартов, не циклиться на этом. Да и честно, не надо мозги забивать молодежи, в плане каких-то модельных там индустрий, бизнеса. Мы не в Милане, не в Париже, но надо радоваться тому, что здесь есть, чтобы они ценили, да, а если ты хочешь, все то, что получишь здесь, тебе в дальнейшем и в Милане, и в Париже может пригодиться. То есть от вас выходят уже девочки, которые знают, чего они хотят, по большому счету, да? У нас разные занимаются, как там девчонки, я надеюсь, что многие, у нас не очень большой, кстати, не такой большой коллектив, невозможно, у нас такая, ну там до 30 человек, вот театр, потому что каждому хочется уделить, каждому что-то поставить, сделать, поэтому тут нет, ну они же уходят, они растут, они уезжают. отпускать. Вы знаете, жалко. Куда делишься? Мне жалко, когда уходят, но им надо расти. Но они уже уходят, вот многие уходят семью создавать, ну правда, то есть девочки уже понимают, что у нас очень многие сразу уходят замуж, ну правда. Ну конечно, модели уезжают, горячие девочки. Огромное количество, целый пласт, особенно вот этих писаных красавиц, писаные красавицы, все уезжают. Мы же уехали в Москву, в Питер, по границе. Но это жизнь, и приходят маленькие, и с ними начинаешь работать, и с ними начинается новая жизнь. И, конечно, надо отпускать, но зато, знаете, как приятно, когда проезжают через какое-то время, молодежь же не говорит тебе какие-то приятные слова, а потом через какое-то время они тебя там за рука хватает, говорят, знаете, мне так в жизни помогло, спасибо вам огромное, вот это здорово, вот это какое-то, вот самое главное, что радует. И думаю, что ну все, жизнь продолжается. Держать никого не нужно. Отпускать, надо правильно отпускать. Зачем? Вот за 15 лет какой может ли самую весомую победу называть существование нашего театра? Прямо пик, можно сказать, был. Ну вот съездили в Польшу на фестиваль, на международный, мы привезли лауреатство оттуда, ну то есть самые первые стали в плане театров, моделей. Ну мне каждый год хотелось бы, у каждого, я разделила поколение, у меня есть поколение, и чтобы вот каждому году отдать такую дань. У меня был замечательный спектакль «Метаморфоза любви», это вот первое поколение, он был очень красивый, это был, конечно, 2000-е начало, как бы первая ступень, потом был, я по спектаклям могу, по каким-то таким, обереги у нас было, по стихиям, это другое уже было поколение, и то поколение помогало, и вот как бы это. Такое преемство в поколении. Да, а не так давно но у нас был замечательный тендем именно творческих людей, вот я говорю, притянулся, как магнитом притянулись люди, не только модели, но это и хореографы, актеры, и разных направлений, и режиссеры, вот мы сделали спектакль «Виасолис», это очень сложная работа, мы несколько раз показали его, это все очень дорогостоящее, потому что цвет, безумные мы долгое время шили, делали костюмы, и репетировали, декорации, да, декорации, там минимум сложные костюмы, и сложная вообще режиссура, и вот, наверное, это были какие-то вот такие пики, пики, да, но такого вот, я не скажу, что мы как-то нормально развиваемся ровно, нету вот такого стремления, что вам, мы хотим там, чтобы быть первыми, нет, у нас нет действительно такого стремления, мы занимаемся творчеством, мы творим всегда, вот это вот, черпаем, и детки к нам тянутся, поэтому для нас вот эти спектакли, вот эти проекты, наверное, не есть пик, потому что я, например, действующий режиссер, так скажем, в городе, и много проектов, которых и, ну, много больших, я долгое время делала, там, День города и области, вот МИС, Русская Рада, мы обязательно, как бы, привлекаем, и там ребята работают у нас в качестве актеров, вот, есть всевозможные фестивали, куда мы ездим, много поедем, ну, достаточно, я не скажу, что много поездок, но они тоже случаются, все зависит еще, конечно, сейчас времена наступили, непростые в плане финансов, и даже в плане того, чтобы осуществить любой проект, это все очень дорогостоящая вещь, и какой ценой, порой ты не знаешь, потому что, ну, благо, что мы находимся в областном дворце творчества детей и молодежи, где у нас есть, хороший руководитель, Светлана Павловна Иноземцева, которая, она любит, вообще, как бы, мастеров, она любит руководителей творческих фрактивов, по-другому не скажешь, и она понимает, что это непросто, и вот сложно, то есть есть как бы опека, так скажем, хотя времена сложные, и дай бог, как бы и дворцу-то выживать, тоже непросто, вот, поэтому есть вот какие-то вот эти моменты, которые, ну, помощь, а так, это считай, что все остальное, это на твоих плечах, вот, и на команде, и благодаря, ну, в большей степени, это энтузиазизм, энтузиазм, да, да, по-другому не скажешь, вот, ну, о чем можно сказать, были отличные у нас, мы работали, долгий вот момент с итальянскими мастерами, это благодаря салону красоты Альдеку Плаба и Королева, приезжал, приезжали два мастера, и было два показа, это тоже было незабываемо, потому что в любом случае, девчонкам тоже хочется, кроме каких-то еще вот таких, костромских, да, вариантов, ну, и были, конечно, и показы известных брендов, и работа со стилистами, и фотосессии, все это незабываемо, и все это в памяти, и думаю, девчонок, мне кажется, что для меня, вот, как-то, я этим живу, и у меня, я не депрессивный человек, я оптимист, и у меня нету ни пиков, ни этого, у меня есть, ну, такой здоровый трудоголизм, вот, я анализирую, просто бывают моменты, когда, вот они в самом соку, и их поколение выросло, и на них можно делать вот что-то удивительное, но через год, через два они уйдут, жалко, да, надо будет новых, вот, вот, насчет новых, если наши зрители сейчас заинтересовались, как можно вас найти, как к вам прийти, когда это стоит сделать, это, мы находимся, базируемся, областной дворец творчества детей и молодежи, это в центре, ну, если спуститься вниз, по Молочной горе улицы 1 мая, 12, вы нас там можете найти, у нас уже стала как бы работать школа, и если кто-то хочет привезти юную барышню или юношу, пожалуйста, приходите, мы также ждем молодежь, если ребята уже где-то занимались, и бывает так, что им хочется, взять профиль или наоборот, бывают девочки, как бы, откуда-то уходят, да, мы тоже, бывает, от нас тоже уходят, и приходят, так что все это тоже нормально, каждый выбирает свою какую-то стезю, мы счастливы будем видеть, особенно ребят, которые хотят самореализовываться, особенно в таком виде, как в пластике, в танце, которые такие оригиналы, они бывают никуда не попадают, вот, поэтому, а вы собираетесь эти оригиналы? Нет, они, если притянется, так притянется человек, нравится, так нравится, кому-то хочется, вы знаете, вот, особенно с парнями, почему проблема? Они же в спорте в большей степени свой рост, и как-то, ну, модели, модельный мир, вот это все немножко отпугивает, это для девочек, это для девочек, на самом деле, много ребят, Дима, баскетболист, да, но у нас ребята такие все, да, он параллельно на соревнованиях, на тренировках, и у нас девочек, да, у нас вот Дима Иноземцев, он занимается, единственное, конечно, сложно, спорт, и совмещать вот это все, это, конечно, сложно, а так мы будем счастливы, вот, ну, мало ли кому-то интересно, пусть придет, мы рады встретиться, посмотреть, друг на дружку, сказать, добро, давай, вставай, занимайся, я думаю, настало время посмотреть вопросы от зрителей, да, с удовольствием, да, у нас три вопроса, первый вопрос, девушка интересуется, красота, это конкретные стандарты, или сугубо лично отвлеченные категории, для вас это стандарт, или все-таки это что-то эфемерное, ну, я как бы разделила, красоту бы, есть, папа с мамой помогли, природа, есть очень хорошая, генетическая, так вот скажем, природная красота, и она связана, есть еще такое понятие, как физический ум, да, вот от рождения, человек рождается, может он передается, да, это гармония, тело, пропорции, и в любом случае, это все с Древней Греции, вот так, да, вот мы можем сказать, что пропорционально человек сложен, у него правильное лицо, и есть такое понятие, красота, для меня красота, это гармония, когда я вижу человек, лично для меня, если человек гармоничен, в сочетании, и внешнего, и внутреннего, для меня это красота, я не могу, вот, когда цветы, да, я всегда девочкам говорю, вот есть розы, есть лилия, есть лотос, какой цветок совершения, какой цветок красивее, невозможно определить, поэтому гармоничность стоит на первом месте, и, кстати, и все вот люди, которые работают в индустрии, моды, красоты, и все, особенно художники, они это и отмечают, вот, а обыватель, обыватель идет по вот этим канонам, по правилам каким-то, да, он по правилам, но одно, другое не исключает, конечно, если тебе природа дает, ты это храни, беда наших женщин, и девушек в том, я на своем личном опыте хочу сказать, что порой я относилась к своему телу, я так занималась делами, что порой плевала на себя, и результаты были не очень хорошие в килограммах, во всем, то есть в любом случае, это тоже гармония, это как Чехов говорит, человеку должно быть все прекрасно, мы должны понимать, отдавать отчет, что вот физический план наше тело, мы должны понимать, что такое красота, не только души, ума, но сердце и тело, если, допустим, брать красоту, вот в рамках взгляда обывателя, есть какие-то же все равно стандарты красоты, то есть девочек тоже отбирают, допустим, там мисс Вселенная, все равно определенные стандарты. Ну и они национальные могут быть. Вот барышни-крестьянки, наш славянский тип, да, вот как Оксана Федорова, такой, например, пропорции лица, это такой овал круг, да, большие глаза, там рот, ресницы. Русская такая девушка. Такая русская, да, девушка по пропорциям, то есть такая русская красота. Там может быть, потому что вот один как бы может быть национальный колорит. Безусловно, в нашей голове всегда стоят вот эти каноны, которые шли, ну, начиная с Древней Греции, где был культ тела. У нас сейчас нет культа тела, у нас культ ума. Почему мы все, мы наша голова? Вот, мы забываем о себе. С одной стороны, с сожалению, потому что, хотя сейчас какая-то гиперлизация идет, тот сейчас качает до такой степени, что мужчины, голова моим телом, то есть, сейчас начинают над своим физическим планом тоже какой-то, одни переусердствуют, другим наплевать. Вот как-то должна быть какая-то середина, и зачем-то эти ГТО сейчас, ГТО не надо. Нет, просто действительно разминочки, какие-то дома зарядочка, просто побольше гулять, спать, в тонусе. Вообще, есть такое понятие, как здоровый образ жизни. Мы с девчонками всегда подписываем не контракты, это модельных агентств от контракта, а у нас есть вот такие правила, как к себе относиться, соглашение. Это напоминалка для самих девочек, это как напоминание просто, не действительно лишний раз вот о себе. И мальчик. Можете отдельные пунктики сказать? Ну, во-первых, правильное питание, во-вторых, правильный сон, в-третьих, на подиуме, пожалуйста, там, чрезмерный макияж, краска волос и все остальное, а в жизни это должна быть натурально-естественной, и все в меру, понимание в меру. Ну, мы против, там, татуажей, всевозможных, как бы настоящих. Почему? Потому что, ну, действительно, в нашей сфере нам это не нужно. Да и порой это, ну, зачем? Образ надо менять, он должен трансформироваться, ты должен меняться. А это уже навсегда. А это, ну, потом тебе пластическими хирурги будут снимать, это не как-то тоже. Ну, это даже, да, считается не очень как-то. Многие модели, они же не делают себе какие-то. Да. Но просто, но подростки, когда к нам приходят, у нас есть молодежь, которой, ну, ей хочется. Обслуживаться. Да, она, ну, если она хиппи, ну, что я с ней сделаю? Она должна это пережить. Я сама была, ну, наверное, вот так себя вспоминая, как я одевалась, какая я была, наверное, я тоже была таким панком. Вот, поэтому, все-таки отторгать не надо молодость. Есть вообще такое понятие, как антимода, когда я вижу перед собой такой продукт. Конечно. Да, веселый, веселый наряд, кольцо в носу, там, и все остальное. Ну, это самовыражение. Это самовыражение. Я знаю, что это тоже надо пережить и сказать, давай лучше мы вот так, так и так и осуществим какой-нибудь проект с тобой. А потом это все уходит и все, как говорится, начинает. Ну, и вообще индивидуальность на первом месте, поэтому, а это может и на всю жизнь остаться, поэтому это тоже вполне нормально. Ну, тогда надо в этом искать стиль. Тогда мы будем искать стиль. Какие-то путешествия, можно как-то обыграть этот образ. Да, мы будем тогда уже в этом разбираться, будем кипеть и будем разбираться над имиджем. Надеюсь, мы ответили на первый вопрос. Второй. Может ли быть у человека, может ли у человека не быть таланта ни в какой сфере деятельности? нет. Нет. Это может быть лень. Одинственный талант, который может быть... Это тоже талант. Это еще какой талант, это даже умудрится. И серьезный сложный зажим, когда человек себя отрицает. Это, знаете, лучше пойти с этой проблемой к психологу, потому что человек себя чувствует плохим. Ну, например, вот... Ну да, у меня нет никакого таланта, я плохой. Знаете, я бракованный, я с браком родился. Просто занимаешься на занятиях, начинаешь что-то делать, то есть объяснять, давать, и девочкам тебе в ответ 33 причины. То есть выпрямить спину, ой, это мне по наследству передалось там. Это вот у меня от мамы с папой. Все не живут, о, он меня не стягивается, я уже втянула. Да, 33 причины, что у нее вот это не так, это вот не здесь, это вот не туда, и уши не в ту сторону смотрят. То есть у меня достигла. Говорю, да почему-то это все. Нет, я ничего не могу, и все. А что пришло? То есть это вот, ну, сам человек себя так настроил, действительно, что я не талантливая, я там кривая косая, ноги у меня не оттуда растут. Нет, это все неправда. Знаете, тут есть такой момент, я вспомнила, как про обезьяну, пардон, анекдот, вот, когда там Господь Бог или кто ему там раздавал таланты быть красивой и умной или еще что-нибудь. Да нет, вы понимаете, мы от рождения, нас зачем-то сюда воплотили, на эту землю, по какой-то причине, чтобы мы себя реализовывали. А реализовать себя надо с какой-то способностью. Способность должна быть у человека. Нужно искать. Да. Если мы, конечно, сейчас не говорим про талант, талант, как вот все-таки разделить между способностями и талантом. К таланту, талант, он может быть от рождения, да. Может его развить. Можно его развить. можно, главное, удержать. Самое главное, вот когда есть такой известный художник сказал, что дети все талантливые. Но вот вопрос, когда он станет личностью и взрослым человеком, сможет ли он этот талант в дальнейшем стать? Или ему захочется быть в позиции «я плохой». Я не хочу ничего не умею. Я не талантлив. Я не талантлив. Это вот сейчас на самом деле проблема закомплексованность какая-то. Действительно, очень многие девчонки смотришь, она действительно красивая, ты прям вот, то есть они отторжения идут, то есть они себя, ну, к сожалению, они себя зажимают, закрывают и очень сложно. Все равно ты пытаешься уже другими путями это раскрывать. потому что попадают разные, они бывают попадают, аутисты такие бывают, что нет, на самом деле в творческих коллективах люди бывают далеко разные и как гармоничные, и как, скажем, с серьезными проблемами, поэтому такого не бывает, но очень сильно талантливых и одаренных людей я не скажу, что много. Их немного, это правда, потому что тут надо трудиться, потому что талант, он требует развития. И здесь и сейчас просто так я вот там блесну и все вот это мне да нет, дружок, так, ну да, так все не дается. Ну, собственно, талант все равно у каждого человека какой-то день. Ну, пусть не талант, а задасти, способности. Способности. Если быть категоричными, потому что явно, когда задают в такой форме, да, вопрос, что вот, ну, как бы так. Человек к себе, наверное, относится. Нет, я не скажу, что человек относится к себе. Почему? Ни в коем случае. Не всегда. Может, просто какая-то другая проблема. Наоборот, человек может быть одарен, и у него проблема, что одаренные вообще люди бывают, очень сильно страдают, и... Нет возможности раскрыться полностью. Не всегда. Бывает вот эта проблема непонимания. Тут надо работать над собой и говорить, поймут, поймет кто-то, тебя все равно кто-то поймет. Раскрывай свой талант. Не бойся. Порой люди боятся, что о них скажут. Это опять мы возвращаемся к тому, что... Общественное... Мы очень сильно там зависимы. Не надо, не зависимы. Раскрывайте свои способности, и кто-то оценит ваш талант. И, наверное, вы сами о себе никогда не скажете. Возможно, кто-то скажет все-таки, это талантливый ребенок, или этот талантливый молодой человек, или это талантливая работа. Рано или поздно заметит. Да, рано или поздно, да. Но на этом тоже не стоит. Вам это дали для чего-то. И нужно искать пяти... Да. Светите дальше, работайте дальше. С собой и дальше развивайте свой талант. Да, развивайте его. Следующий вопрос. Что самое трудное в работе с молодежью? Это уже вопрос к вам, как к педагогам, получается. Вы знаете, самое трудное это работать над собой. Постоянно, наверное. Проблема в том, что когда... Вот кто-то говорит, вы знаете, они такие тупые, они меня не слушают. Дружок, ты неинтересный. Вот тебя и не слушают. С молодежью работать интересно. Это некое сотрудничество, где они тебя тоже обучают. Такое взаимовыгодное сотрудничество. Не то слово. Где они дают тебе... Они на своей... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что все доказаны факт, что дети эволюционируют, а взрослые люди нет. Вот. И они... У них нет стереотипов, у них нет порой рамок, у них есть желание, и они многое порой отрицают и тоже правильно делают. То есть у них... И они разные. И под систему еще не до такой степени причесанные. И поэтому... И грани даже каких-то нет. Они иногда не чувствуют каких-то грани. Поэтому... И слава Богу. Да. Поэтому с молодежью... Да, с молодежью... Но ты должен понимать одно. Тебе это нравится, ты это любишь, ты это делай, и делай так, чтобы это было и тебе интересно, и ребятам интересно. Как только ты где-то что-то упустил, а такое бывает, за что-то взялся, и там пришел, и не доделал, и все остальное, там явно какой-то будет прокол. В любом случае. Поэтому распределяй себя так, чтобы тебя... Ну, в любом случае они встречаются с авторитетом и с личностью. Любой ребенок, любой подросток. И требовать к себе уважения или требовать к себе почитания этого делать вообще категорически нельзя. Просто нельзя. Ну, вот как, например, когда я пришла работать, только вообще пришла после училища, мне вот один хореограф, тоже наставник, сказала, то, что ты зашла в класс, и то, что просто ты педагог, тебя дети уважать никогда не будут. То есть уважение нужно в любом случае заслужить какими-то своими, ну, то есть там показать, доказать, научить, рассказать. То есть не так, что там требовать кулаком по столу стучать ни криками, ни орами, то есть каким-то действительно помощником быть, детям, то есть подсказчиком каким-то, наставником каким-то им быть. Гуру, да, и действительно, детки, вот мне, например, нравится, почему разноплановость, то есть и там люблю, и там люблю детей, и вот модели, это совсем другое, потому что они современные, они больше всего знают, они черпают этот мир, да, то есть действительно, они нас учат вот этому, и мы стараемся не отставать от них, идти в ногу со временем, тоже черпать этот мир, потому что, ну, когда-то нас учили так, в этом году уже все по-другому, а завтра совсем все по-другому будет, то есть они, быстрее нас это все к этому проще, и нам интересно, то есть они придут, а вы знаете, что такое, может так, нет, я еще не знаю, надо быстренько это все как-то вот, или я приду, а вы вот это знаете, то есть они уже начинают. То есть подстегивают вот это вот. Очень. Тут есть еще разница, есть такое понятие, как в творчестве, в любом творчестве, я сейчас, наверное, как бы обобщу, не только как, есть такое понятие, как режиссура, а есть дрессура. И большая часть у нас занимаются дрессурой. Мы сразу хотим добиться результата в работе с детьми. Мы начинаем натаскивать, методом натаскивания, методом порой агрессии, методом подчинения личности. Мы начинаем ребенка заставлять делать это. Он выдает результат, он выдаст результат, он все сделает. но в дальнейшем могут быть серьезные проблемы. Он не сможет, например, импровизировать, как говорится. Основная задача вообще, если у меня растет ребенок, у Жени растет, у нас девочки, мы отлично понимаем, что бы мы хотели. Ну, конечно, чтобы метение личности никогда не скажет все про детство ребенка. Какое-то самое выражение. Но в тот же момент мы тоже хотим, мы тоже живые люди, мы хотим, чтобы был порядок, ну, не с дисциплиной, мы не в армии, а порядок, да, и понимание, чтобы нас слышали. Но если ты интересен, включается любой ребенок и любой подресток, если это интересно. Если это не интересно, то тут можно и пропустить и все остальное. Но бывает по-разному. Все равно все ребята разные, на разный период. И вообще, конечно, первое надо разговаривать и общаться с детьми, потому что ребенок не может первым к тебе... Они боятся тебя. Это и школа, и система, она может формировать определенный этот. Они много себе могут там затаивать и все. Порой они могут надумывать, придумывать. С ними надо... Ну, вообще, почему не надо заниматься огромным... Сейчас, я не знаю, эти стандарты. Господи, кто придумал эти стандарты для педагога, который должен на 18 часов иметь 65 детей? Господи, кто? Зачем? Зачем? Ребенка надо увидеть в его глаза, надо послушать, надо к нему относиться, как к личности, работать именно с ним. А не с толпой. А не с толпой. Да ну, это ничего не получится. Толпа, это все, это беда. Особенно, если вот в жанре там театра, где каждый... Я тоже с девочками говорю, вы понимаете, говорю, что такая... Даже если вы просто будете дефилировать и ходить по подиуму. Дизайнер шил костюм. Не одинаковые халаты все. Не военные коммунизмы, фуфайки и красные эти. Каждый образ, каждый стиль, подчеркивая красоту и природу разную, создавая тот или иной характер и образ, вы должны раз... Вы личности. И вы не должны быть одинаковыми. И поэтому, как бы, вы не роботы. Не нужно всех равнять подобную гребенку. Не надо. А тут надо вытащить эту индивидуальность, вытащить эту способность, вытащить этот... А то этим вы занимаетесь. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что мы работаем и порой это получается, потому что дети потом себя реализовывают. Это не раскрывается. У нас девочка-модель занималась на этом, мы узнали, что она поет. Ну, правда. То есть на раз она тут запела, теперь она поет в группе. Ну, правда. То есть, как бы, теперь она у нас ведущая модель и она пела ну, тут ей коллекцию, как сказать, на подтанцовке, можно, грубо говоря, сказать. Ну, и так, на самом деле, помогали. И вот такие проекты. То есть ребенок, она сама реализовалась уже сразу и там, ну, как и тут. Ну, бывают и многокранные личности, где они что-то уже умеют. Поэтому, если ты гимнастка или ты занималась хорошо хореографией, конечно, в схеме той или иной, там, на подиуме она может показать этот трюк и эффектно выглядеть и сделать. По-другому немножко. Да, все это по-другому. Вот. Так что да, с детьми сложно, но первое, работайте над собой. Вот так вот незаметно вообще для меня прошел час. Ого. Спасибо. Еще столько не рассказано и не сказано, что хотелось бы, мне кажется, углашайте. поэтому мы обязательно позовем еще раз гости вас, потому что очень интересно вы все рассказываете и мы затронем тему, наверное, все-таки раскрытия личности, может быть, даже модель вы можете с собой какую-нибудь привести. Вы знаете, ну, вот, например, я вот долгое время в Москве у меня был целый цикл «Графика тела» и «Школа голливудской красоты для женщин». И меня очень это тоже как бы интересует, но так как хочется и поставить и все-таки режиссеры делаем много проектов и школа, и театр, это тоже как бы нагрузка большая, но мне бы хотелось в последнее время восстановить этот мастер-класс, потому что востребовано очень много секретов для тех же самых девушек и женщин, которые не придут в школу модели и не будут, но эти секреты их надо транслировать и говорить, то, что мы говорили о том, что девушки какие-то должны быть женщины, романтичные, красивые, чего сейчас не хватает, о чем можно поговорить, вот как бы такие нюансы. Возможно, в будущем смотрите эфиры о раскрытиях секретах красоты от Марины Подковой. Почему бы и нет? Даже мы сами вот от нее узнаем какие-то секреты. Я для себя очень много всех этих секретов узнала. Мы сейчас пока не будем рассказывать. Да, смотрите эфиры. То есть я напоминаю, что в гостях у меня были замечательные девушки из театра модели совершенства, это режиссеры и основатели театра Марина Подкова, хореограф Евгения Сухарева. Мы обязательно еще увидимся с девушками у нас в студии. А пока наслаждаемся эфиром. Хорошей, хорошей вроде погоды, солнышко на улице было. Пытается. Всем до новых встреч, удачи, счастья, красоты. До свидания. Вот. 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 Вот.